Колпинская воспитательная колония. Здесь отбывают наказание подростки. Статьи тяжкие и особо тяжкие преступления. Они знают разницу между романтикой виртуального АУЕ и реальной тюремной жизнью. Знают настолько хорошо, что к концу срока стараются избавиться от всего, что может хоть как-то указывать на криминальное прошлое. Этой осенью в колонии появился косметологический лазер. Аппарат выводит татуировки. Колпинская колония известна на всю страну, ведь именно здесь снимают очень популярные в интернете ролики и фильмы. Снимают сами воспитанники под руководством начальника колонии Владимира Ивлева. Человек с серьезным армейским прошлым, десантник. И вот его точка зрения на криминальную субкультуру. Все вещи стоит называть своими именами. Иначе как секты я АУЕ назвать не могу. Это деструктивное сообщество, которое забирает наших молодых граждан, отнимает у них будущее, ломает им судьбы и всячески мешает росту нормальному. И дает идеи, которые утопичны и убогие. Но они говорят, что братьями они становятся, если они приобщаются вот к этой культуре. Ну, братьями можно стать либо по рождению, либо по духу, либо по вере. Я не знаю, что это за вера такая АУЕ. Я говорю еще раз повторяю, это секта, с которой нужно бороться, ни щадя ни сил, ни средств, ни времени. Я думаю, что это спланированная акция по отъему детей у населения. Мы в колонии видим законченный продукт. Что случилось с теми детьми, которые вступили в эту деструктивную среду, которые совершили преступление во имя великого АУЕ, все находятся здесь, и те, кто были их братьями, не написали ни письма, не передали ни пряника. И не упоминают в разговорах даже о том, что был у них брат такой. Вот и все. И здесь они прозревают, если это можно так назвать. Вот, пожалуйста, вот твоя дорога завела тебя сюда, посмотри, как ты сюда шел. А с чего ты начал? В воспитательном учреждении вы свою идеологию, можно сказать, тут внедряете, и расскажите о том, как вы снимаете вот эти видеоролики, как вы делаете эти клипы, и они очень популярны в интернете. Я задаю вопрос, как у тебя это было? Что у тебя было? Какие пути? Как все это свершилось? Мы ищем противоядие. И мы как раз его вставляем вот в эти ролики. Можно очень легко и быстро из одного места попасть в другое, что это очень страшно. Есть такой ролик в интернете, мы его снимали. Думай о будущем, правильно живи настоящим. Даже в этих словах есть. Хочешь ты кем-то стать, не становись вором. Назовите мне одного счастливого человека, который стал вором и стал счастлив. Назовите. Приведите его. Пусть его поставят вот так. Мы даже рамочку вот так вот сделаем. Есть какие-нибудь обобщающие моменты, которые их привели сюда? Ну вот знаете, еще есть такая болезнь на слабо, да? Вот, перебежать перед автомобилем, а слабо тебе отнять там вот у кого-то мобильник. В этих группах, если ты же совершил что-то плохое, отрицательное, это своего рода как инициация какая-то, как посвящение, как вот стать членом, вот я такой же, как и вы. И у нас заезжают вот из-за такого посвящения, к сожалению. Может быть, они подменяют понятие, например, что-то преодолеть себя, это шаг к тому, чтобы стать настоящим мужчиной. Может быть, они так считают? Нет? Ну, мужчинами вообще-то становится как-то по-другому. Как? Нужно научиться защищать себя, свою семью, свое слово, свою родину, свой дом. Не бояться говорить правду и отвечать за сказанное. Наверное, вот из этого мужчины как-то состоит. А у нас один парень, вот тоже из этой группы, да, требовал с другого парня 600 рублей. Тот не выдержал давления и спрыгнул с 11 этажа. Это было посвящение. Вот он так посвятил себя в арестантско-уркаганское единство, тем, что довел подростка до самоубийства. Что можно этому противопоставить? Каким образом можно увлечь этих людей? Какую альтернативу им можно дать? Да, еще есть возможность помочь тем людям, которые попали в это болото. Создать сайты, чтобы можно было посмотреть, почитать, где развенчивается вот эта мифология, связанная с криминальным миром. Куда можно на горячую линию позвонить и сказать, алло, психолог, помоги. Понимаете, это все равно национальная угроза. По той простой причине, что эти мальчишки вырастут. Их нужно сейчас беречь. Им нужно показывать перед ними дорогу. Разметать нужно от АУЕ, от китов и прочего. Пускай они идут хорошим путем. Редактор субтитров А.Семкин